Ну и Империя уже забрала себе Бладсикера и Дазла. Нагу забанили против Империи, и CDG имеет представление о том, что только что Нага делала. Два раза Нага была саппортом, два раза выиграли у Virtus.pro. Собственно, очень даже логичный бан от CDG. На данный момент у Империи в бане уже лишь рак, есть там же герокоптеры, там SF, ну и Шторм Спирит, Квин оф Пейн и Нага Сайрон от коллектива CDG отлетает в баню. Ну и Клапу банят, потому что она тоже в двух последних матчах за Империю играла. Ну, еще раз говорю, неподготовленным быть на Интернешнл, это немножко даже как-то и странно. Ну и пора уже как-то подумать теперь, кого же здесь банить. Туз плюс Undying. Ну, классическая схема, значит и новые какие-то будут, не новые точнее, а повторения будет общих схем, то есть герои, которые уже успели примелькаться. Винтерн Виверн нет в бане, значит Винтерн Виверн будет в пике. Тут очень просто все. Туз, Undying, ну, по-любому... Я думаю, что Виверна должна появиться, либо в составе команды Empire, либо в составе команды CDG. Ну, скорее даже к Империи это все ближе. Надо же кого-то забрать себе, Малуха Денсу. Флайт забирает себе Дазла. О, Течис от команды Empire уходит в бан. Это как-то даже весело против CDG Бань Течиса. Ну, хорошо, хорошо. А представщик Течис правда станет супер метой и будет в каждом матче появляться, либо в бане, либо в пике. Это же веселье безудержное, которое будет нон-стоп просто. Угу. Угу. Вот она, пожалуйста, Винтер Виверн сразу для Алоха Дэнса. Дазл, скорее всего, для... Не, скорее всего, а точно для Алвесуна Флая, а Алоха Дэнс будет играть у нас на Виверн. Плат Сикер, может быть, опять зайдет для Йоку на легкую линию. И такое тоже может быть. Потому что вдруг мы видим как раз какой-то исторический момент, когда Сайлент плавно перемещается у нас на сложную линию, и там Соло фармит, и фармит, по сути, не фармит, а просто переквалифицируется на оффлейнера. Это было бы забавно наблюдать этого очи. Команда Седек забирает себе Лину. Undyne, Tusk, Лина. И у Империи Винтер Виверн, Блат Сикер и Дазл. Мидлейна не вижу здесь. Если это, конечно, не БС. Следующий пик покажет. Тарксир. Сложная линия уже, в принципе, определена. Либо, опять же, это Соло. Легкая линия. Ну, то есть, если легкая, все равно в Соло. Придется фармить Дарксиру. Вряд ли кого-то рядом. Нянька и Крему приставят. Ну, и еще один пик от команды Седек. Лина, Undyne, Tusk. Шейкер может, в принципе, зайти сюда. Очень даже простенько. Под Tusk все это хорошо получается. Псевая линия. Плесная линия. Продолжение следует... Эмбер Спирит... Ого! Хороший игрок для агрессива, самое оно. Агрессив, по-моему, потушил вегу в одном из матчей данным персонажем. Ну и последние баны. Что от одной команды, что от другой. Время практически все израсходовали все. Поэтому тут уже сильно и не затянули. Рубик отлетает в баню от стэк. И значит, кто-то будет жесткий здесь браться. Мне кажется, в составе команды Эмпайр тот, кому Рубик поперек горла. Кто бы это мог быть? Бладсикер вряд ли пойдет на медлейн. Хотя тоже это возможно. Это возможно. Год уже показал только что, что можно смело на Бладсикере стоять медлейн. И при этом лучшим быть в своей команде. Драгонайт от команды Седек, но они смотрели прошлые игры. Они точно смотрели прошлые игры, и они палятся. Невероятно. Единственный, кто не зашел в прошлых играх, это Фантом Ланцер в составе команды Эмпайр. ДК был. И Шторм Спирит был. Квапа была дважды. Дважды был. Алоха Дэнс на ноге Сайрон. Минута у Эмпайр на пик. Давайте смотреть, кого они хотели защитить от Рубика. Может быть, правда это Тайтхантер, зайдет, которого так долго панили у нас ВП? Нет, это Инвокер. Резолюшн будет играть на Инвокере. Блот Сикер это, скорее всего, все-таки Сайлент. Тарк Сир это Йоку, я думаю. Виттер Твиверн это Алоха Дэнс. Дазл это Олвис Монофлай. Уже поинтереснее Инвокера тысячу лет. Не видел. Еще и в исполнении Резолюшн. Ну и Седек, последний пик от них. Лина, скорее всего, Мидлейн. Эмбр Спирит, я думаю, фармит у нас легкую линию. Андаен кого саппортит, туск на сложную. Еще один саппорт нужен команде Седек. Тот, который хоть какой-то бы дисбаланс во всю эту ерунду вносил. Инвокеры Дарк Сиры, стяжки. Единственное, непонятно, кто будет держать всех вместе. Ну, допустим, Дарк Сир стянул. От Инвокера кирпич летит на башку. А кто удерживать будет всех? А Винтерн Виверн, кстати, будет удерживать всех. Ультануло в одного. Все остальные этого одного стоят и пинают. Ну и там уже кирпичи падают на голову. Это забавно было бы посмотреть. Я думаю, еще увидим. Ну и давайте сразу по героям разбираться. Дарк Сир это Йоку. Уходит на сложную. Эмпайр на мидлейн. Отправляют Инвокера от Резолюшена. Алоха Дэнс, Винтерн Виверн, Сайлент. Забирает себе Бладсикера. Дазл будет от Always Wanna Fly. Со стороны команды ЦДК Шики на мидлейн идет на Темплара Сасси. Нембер Спирит будет фармить на... Нембер Спирит и точнее будет фармить Агрессив. Кью будет на линии Саппортить. Гардер будет на Андаинге. И, 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 и. И Икзет на сложную линию Туск. Какие все золотые. Вот она, Шевелюра в Резолюшена. Самая нелепая ерунда, которую я вообще видел в Доте. Такая крутая иммортал хрень на Вич Доктора. И тут на тебе такой. Из ниоткуда просто. Мистер Сексуаль. Самое интересное, что Шевелюра есть. Посмотрите на плеж Инвокера. Такая крутая Шевелюра и лысина просто на затылке. Как это можно было сделать? Объяснить мне, это Хиахачи из Тейкина или кто это? Такие роскошные волосы и так их мало. Челка, которую зачесывают, чтобы... Не челка, а сбоку волосы, которые отращивают, чтобы зачесать на другую сторону. Жесть. Немножко тут валвы поглумились, по-моему, над Инвокером. И на иконку. Посмотрите на фоне всего этого. Просто посмотрите на иконку. Вот он, Инвокер такой. А вот здесь Инвокер какой. А здесь какой-то Инвокер. Это Инвокер с чистой головой. Это Инвокер после 7 недель. Прозевание. Ну ладно, это такой-то модный приговор уже в новой своей форме. Эмпайр сразу 2000 пенантов здесь высветилось, а у Цедек ничего подобного. Никто не любит Цедек. Странно даже. Кто знает, может это действительно сенсация этого Интернешнала. Пока что очень даже неплохо у них все смотрится. Ой, там Вентер Виверн на пенале уже. Гардер через Дикей Виверну понаказывал немножко. И Алоха Дэн сразу на центральную линию. Будут пытаться ловить Шики. У Шики нет Мелда. Через секунду будет рефракшн. У Шики уходит в рефракшн. Еще один удар. Шики отъезжает в таверну. Первый фрак для Резолюшена. Пожалуйста, квас. Никаких взортов. Через квас. Все через колд снэп. Это все работает. Второго левела Инвокер у нас уже. Ну и красавчик. Красавчик. И Вентер Виверн здесь очень даже удачно зашла. ПБ забирают очень быстро. Игреки команды Эмпайр. Деньги потекли для Империи. Ну и здесь Резолюшен. Скоро уже себе Ботл притарабанит. Если, кстати, он будет. Нет. Хотя, нет. Какие там батлы? Это же Инвокер. Он сам по себе регенеративный. У него Бутсов Спид превратится в Фейсбутсы. Это факт. А батла для Инвокера это моветон совершенный. Для нубов. А Дарксир у нас на легкой линии от Йоку. И триплу команда Эмпайр отправила... Даблу, точнее, отправила на топ-лейн. Увесу на Флай здесь на Дазли. И Сайлент выфармливает на Бладсикере. Только что-то он не выфармливает, а уходит отсюда. Куда ты? Что это значит вообще? Сайлент, скорее всего, пойдет вниз. В это время Флай пытается немножко насобирать здесь экспирианс. А у него неплохо это получается. Сайлент выходит на мид-лейн. Помогать будет Резолюшн. И Шики тоже будут забирать. Сайлент, откуда ты взялся вообще? Спрашивается, да? Еще один удар, и Шики отъезжает в таверну. Сайлент не добил немножко. Не достал. Резолюшн забирает второй фраг для команды Эмпайр. И оба фрага у Инвокера. У Инвокера 2-0-0 счет на данный момент. Командная Пайр уже понесла своих соперников. Вперед очень даже быстро. Шики на мид-лейне очень неудачно. Темпларка выступает. Ну и мид-лейн Инвокер поопаснее выглядит, чем Темплар Ассасин на ранних этапах. Ну и, скорее всего, дальше продолжение будет такое же. Йоку 15 на 1, против него XZ 13 на 1. Ровненько стоит Таск. Первое место, кстати, у Йоку по Крипстату. Как там Сайлент поживает? Секер у нас ушел в лес. Секер ушел в лес. В это время Даззл там забирает Лину. И Даззл сам погибает. Просто хочу посмотреть, как Сайлент отхиливается. Даззл забирает у нас на топ-лейне. Лина отъезжает. Чет становится 3-1. Ну и по голдец и дек больше заработали. Потому что уже начинали плотно там проигрывать. Более тысячи. По экспириенсу 600 тоже в пользу команды Empire. Сайлент в лес уходит. Просто оставляет линию для Always on a Fly. Я такого еще не видел. Даззл стоит в соло на линии на сложной. Сайлент уходит в лес, потому что может. Насколько мне это ясно. Ну или может он просто по дороге все это делал. А Йоку сейчас возьмет отправиться против триплы. Такое тоже может быть. Йоку уже с ТПшки. Поэтому в случае чего можно отправляться на сложную линию. По-моему это и будет дело сделано. Да. Отправляется Йоку уже сюда. Сыр у нас прилетает на сложную. И будет портить здесь жизнь тому же Эмбер Спириту. Дальше за гардером. Позен тач есть. Поймали его. Если что Сёрш. Привязали у нас Йоку. И уходит команда ЦД. Курьер Дайеров развалился. Винтерн Виверну от Алоха Дэнса. Классика классик. Зайти на четвертой минуте на Курьера. И Курьера этого уничтожить. В итоге Templar Assassin с батлой. Но с пустой батлой. Ну вот он. Сноуболл вкатывается в Сайлента. Икзет гонит дальше Сайлента. Кью есть лайстрекеры. Но он наверное не достанет до Сайлента. Как-то подлагивать начало. Сколько там. Так. Дазла в это время пилит. Отхил пошел от Дазла. И Йоку. И Дазл. И все лоу хпшные. И что случилось. Это Тамба у Тандаинга. Неприятность. А ну-ка сколько нас в Дота ТВ? 85 тысяч. В принципе многовато. Да. Попросыпался народ. Где-то там подальше на восток. И Бладсикер в это время погибает. Сбирает его Туск. Просто подарил вообще. Сам себя Сайлент своим соперником. Зачем? Правда непонятно. 3-2 становится счет. Templar в это время лоу хпшная. Шики пытается выжить. И по-моему выживет. Алоха Денс в Колденбрейт себя отправляет. Кью. Может здесь и приехать. Маны маловато. Алоха Денс сюда уже идет тпшка от Туска. И Алоха Денс отъезжает. 4-3 становится счет. Templar на 18 хп. Эмберспирит упал у нас здесь от Йоку. Ну по всей карте экшен тут за всем и не уследишь. Тысяча по голде держится команда Эмпайр. По экспириенсу 300 тоже для Империи. Пошел файт у нас на нижнем лайне. Пинают Сайленту очень сильно. Через плейм Гуард Агрессив его сносит. А в это время Лину убивают на центральной линии. Отъехал у нас Кью. Ну и отъехал Сайлент. Сайлент подороже был. 527 голды за него заработали. Шики 0-2-0. Как-то остановил он фестиваль фида здесь. Резолюшн квас Векс. Новый экзор. И даже несмотря что на этом имморталке сделали полезным... Точнее не полезным, а сделали красивым. Не самый полезный скилл. Сан-Страйк. Резолюшн обходится без него. И спасибо тебе огромное. Спасибо. Полторы тысячи по голде Эмплайр. И по экспириенсу 750. Бабка за Бивыч. Мгмм. Империя в Палиусе пока что. По всем показателям. Ну и... Перемещение от СД. Пытаются, я так понимаю, наказать Резолюшна здесь Мидлейного. Но он уходит отсюда. И очень даже вовремя уходит за ним. Вроде как и вышли. А он сам пошел. Ганкать вместе с Алуха Денсом. Колд Снэп от Резолюшна есть. Торнадо здесь тоже есть. Сейчас если кого-то зацепить, кого-то забрать. Это несложно. Йоку в это время забрал Т1. Никто даже не пришел его дефать. Наверное, на это все-таки рассчитывал инвокер. Смог еще будет действовать какое-то время. Недолго, но будет. И здесь можно, кстати, увидеть шейки. Вот Курьера видят всем, чем только можно пинать в Курьера. Курьер погибает. И мы это видели. И где мой приз? Почему я не один из 93? Курьер. Так, это время у нас, кстати, разбирают еще и Гардера. Гардер. Вот там бой, собственно, умирает. Тамбут тоже можно забрать. Она недешево стоит. И Йоку будет отсюда идти. Непонятно, что делать Йоку. Йоку, скорее всего, придется отдаться. Йоку погибает. Очень даже не обязательно. Ну и должен уходить отсюда. Резолюшн Алоха Дэнс. Лоу хпшная, Алоха Дэнса забирает. Клаги вообще мне что-то не нравится совершенно. 3000 по голде Эмпайр сейчас и по экспириенсу 1500 для Империи. При равном по фрагам счете. Денайд. Давайте смотреть, что тут по вещам появляется. 10 минут уже сыграно. Виндерд Виверн пока что с одним Солу Рингом из серьезных артефактов. Бладд Сикер. 1500 у Сайлента на руках. Есть ПТ. Больше пока ничего. Я думаю, что по такой схеме игры, которую выбрал Сайлент, скорее всего Мидас будет заходить для Сикера. И вот же он. Я представляю себе, сразу же рецепт пошла здесь. Заруба от команды Эмпайр. Виндерд Виверн ухпшная, но она отсюда не ушла никуда. Ползет назад. Просто пьяный тип. Наваляли ему, надавали по голове. Он встать не может на ноги, потому что он слишком пьян. Но рвется в бой. Сейчас я их загрызу просто. Подождите. Нет, нет, передумал. Ну, Хаттэнс, что это такое вообще? Прорисовали, конечно, Виверну. Просто ползает бич какой-то. Элокадетс пополз, пополз. Это персонаж, кстати. Я тут шучу, а это серьезный персонаж. Все. Воспрял духом. Подрегенился хоть немножко. Уползает отсюда. Виндерд Виверн в это время, кстати, забрали резолюшную. Я просто не хотел на это смотреть. Очень неприятно было избиение Тим Эмпайр. Взяли и подарили кучу денег своим оппонентам. Три с половиной выигрывали. До двух теперь скатились. По экспириенсу с двух до семиста. Команда Эмпайр слазит вниз. Ну и дочинают давление на нижний тавр. Скоро игроки команды Цедек, в принципе, Т1 должны забирать. Флай тут так здорово себя чувствует на миде. Ему никто не мешает, он никому не мешает. Стоит себе на мидлейне, фармит. Пока взрослые отошли, Флай пошел. На мидлейн немножко заработать денег. Ну Сайлент уже пошел набирать тут фарм плотнейший. 4600 у него сейчас. Он проигрывает только Йокупу по Нетворцу. Йокуп 5400. Но это до поры до времени. Блотсикер сейчас убивать начнет. Я думаю, и умирает наконец-то. Прекратит Сайлент. Тоже было бы неплохо. Ну и Меда свое дело делает. 1200 по голде Эмпайр. По экспириенсу. Тоже Эмпайр впереди на полторы. Во вражеском лесу команда Цедек. Нагло, конечно, с их стороны. Алоха Дэнс пришел на мид пофармить теперь. Флай ушел и пошел Алоха Дэнс пофармить. Что такое вообще тут творится? Инвокер пока там вместе с Дарксиром. Старается наказать Эмбер Спирита. И лоу хп-шный агрессив у нас уходит. Кстати, не такой уж и агрессивный. Агрессив. Агрессив. В Йоку уже есть Мекка. У Йоку также есть Сол Ринг. Я думаю, что если дела пойдут так и дальше, то Йоку, скорее всего, следующим артефактом соберет себе Даггер. Если Тавр, например, забрал бы Йоку. Да, Йоку забрал Тавр и остается ему 200 монет всего до Даггера. Я думаю, что он купит его. Но толком... Ну... Неизвестно, конечно. Обычно, когда команда давит и когда преимущество свое чувствует, то он реализует свои деньги в агрессивные артефакты и Даггер куда еще агрессивнее. Щиток, в принципе, можно продать. Да, продает щиток у нас Йоку и покупает себе Даггер. Как кто-то... Как он читает игры? Инвокер. Класс Векс, никаких экзортов, ничего близко даже. Ну и Резолюшн продолжает у нас давить. Мидлейн пока что стоит, но это так-то поры до времени. Уже, кстати, не прорисовываются скиллы отпуска. Сколько ж людей здесь в ДТВ смотрят? Да немного, вроде 88 тысяч и побольше смотрело. Как-то пролетают какие-то моменты. Еще раз Айшат, кстати. От Экзеда не прорисовываются. Ну и заденяли Тауэр игроки команды ЦДЭК. По Галде Эмпайр впереди. По Экспириенсу тоже впереди. Хотя по Экспирс 2 до 500. Слетели. И появляется у Темплар Ассасин у нас Даггер. А у Экзеда появляется Мекка. Алоха Дэнс, как ты сюда попал вообще? Алоха Дэнс спрятался. Я думал, он за деревьями остался после Артик Берна. Нет, он просто стоял там отдыхал. Даззл у нас разультился. Начинается массовый файт. Даззла развалили. Вкатывается у нас прямо в Винтер, Виверн и в Резолюшн. А все Резолюшн уходят у нас в Инвиз. Нет, никуда еще Резолюшн. Не уходит минус 4 от команды ЦДЭК. Ожидали вы это? Нет, я точно не ожидал. Я думаю, никто этого не ожидал. Команда Эмпайр сейчас просто подарила тьму денег. Еще 6-й по зону. Даже 2, наверное, если Даззл посчитали. И 2 200 по Экспириенсу. Еще и Тавр забирает команда ЦДЭК. Без проблем абсолютно. Андаин, просто представьте, что он угорает по этому поводу. Ну и выход на Рохну сразу же от команды ЦДЭК. Дэшка есть в Тэмпларке под Молдом 4-го левела. Роха будет быстро сыпаться. Минус 11 от Тефа. Почему бы и нет. Медальон у Андаинга есть. И плюс удары с Молдом. Моршики, конечно же, Рохан ссыкется очень быстро. 12-6. А Эмпайр начинали выигрывать. У команды ЦДЭК. 3000 по голде. Были в плюсе по Экспириенсу. Были в плюсе на 2. А теперь уже скатились по Экспириенсу на 3. А по золоту на 1000 отстают от своих оппонентов. Странные. Какие там теперь агрессивные артефакты. Какие врывы. Когда ты начинаешь... Ммм... Подгорать и вниз катиться. У Инвокера практически уже готов орки. Всё, понёс себе. Рецепт Резолюшн. Кстати, странно, что у Шики Имморталов здесь нет на Темпларку. Удивительно. Там вообще на Интернешнле одни гуру всяких Иммортал-шмоток из сундуков компендиумных. Собрались, как не гирокоптер, так с суперракетами золотыми, суперредкими. Ну и Темпларки ещё ни разу в действии не видел её руки вот эти громаднейшие. Сайленту нормально в лесу, комфортно, очень он никуда не выходит. Два раза слился, понял, что там снаружи леса жестокий мир, который ему совсем не нравится, который ему не нужен. Ему хорошо здесь, на своей половине, где цветут деревья. Здесь Бладрайт лежит. Вот Сикер, только как-то долговато всё это прорисовывается. Дота начала странно подлагивать. Ну и агрессив. Вот агрессив Эмбер Спирит. Ужить есть Яш, уже есть барабаны. Есть фейсбутцы, в принципе Эмбер. Достаточно неприятный герой в лейте. Доводить до лейта Эмпайром не стоит, если они хотят выиграть этот матч с большей вероятностью. У Бладсикера тоже есть Яши, есть Блэйд Мэйл. Сайлента будут, скорее всего, ловить. БКВ будет включать Сайлент. Нет, не врубает. Понимает, что иллюзии бегут за ним. Нет смысла палить Блэйд Мэйл. Портить его. Резолюшн побежал. Побыстрее немножко. Поднимает у нас ветра Экзеда. Ну и Экзеда ловить не будут, скорее всего. Резолюшн Оркет с хайграунда дал просто по кью. Шики начинает напиливать Резолюшена. За ранние этапы этой игры, когда не слазили просто с темпларки у нас игроки команды Эмпайр. И вкатывается у нас в Сайлента. Вся толпа игроков команды Цедек. Рассредоточился файт. Емп просто по центру. Алуха П здесь туск. Алуха Дэнса подбрасывает. Игзет, скорее всего, убьет у нас Алуха Дэнса. Да, так и есть. Муншарт ему под ноги. И Йоку Экзеда, скорее всего, допилит. Эмбер Спирит где? Эмбер Спирит здесь, но под Сайлентом. Пока что размен 3 в 1. Эмбер Спирит в итоге выживает. И при этом умудряется еще убрать одного из героев команды Эмпайр. Ну и Дарк Сир забирает Эмбер Спирит. Пошла ерунда вся. У Йоку уже в этом файте 10-15. Становится счет. Команда Эмпайр у колдей должна здесь подняться. Так и есть. 1800 по золоту, 4000 по экспириенсу. Йоку уже с Гвардиан Грифсом. На 20-й минуте Дарк Сир с Гвардиан Грифсом. У него 10 тысяч. Нетворс, топ Нетворс на карте. Только потом идет Сайлент. 9-750 и только потом уже идет Шики. Мидлейн Темплар Ассасин, у которой 7600 всего лишь. Фарм просто потрясающий. У Йоку он продолжает давить и... Так, Даззла тут пинает, Шау Гриф успевает. Волос в нафлай провязать. Ну, скорее всего, здесь и останется. Чем приятен Даззл для меня, как для комментатора. У него постоянно теряется ХП и не успеваешь на него переключиться. Судорожно начинаешь кликать, если это, конечно, не Даззл. Судорожно начинаешь кликать и уже на труп переключаешься. А с Даззлом такой ерунды нет. У Даззла слилось все ХП, но он при этом живой. Ты понимаешь, что где-то его сливают, а он подшал игры в ОМ. И ты успеваешь, в принципе, посмотреть, как Даззл у нас отъезжает. И в Соло Сист Резолюшн на топ-лейне. Просветка пошла по нему, будут ловить у нас инвокера. Ну и подлагивать немножко. Дота, конечно, неприятно. Есть ли смысл? Пустое место показывают нам. На месте инвокера. Дота даже это может сделать. Ну и команда Цидек по голде должна выйти вперед уже скоро. 2000 по золоту Эмпайр выигрывают до 1000. Выигрывали, точнее, до 1000 опустились. И по экспириенсу Цидеки в плюс на 1500. Не вижу Сайлентов замеса. Сайлент не участвует. Два ассиста получил, но это маловато как-то. Все-таки 22-ая минута, два ассиста, две смерти и без киллов Влад Сикер. Есть вопросы. Сайлент вообще пошел в Соло просто убивать Тавр. Ну и в этот момент команда Цидек сносит Тавр на топ-лейн. Уже Дезолятор есть у Шики. А где ты взял его? Как это? Ну 9200. Это возможно, конечно. Но многовато. Ой, как многовато Шики. Заработал за 23 минуты. Я думал, то, как с ним обходились на ранних этапах, не позволит ему нормально нафармить. А Шики молодец. Ничего. Собрался, стиснул зубы, пошел давить. Ну и на Эмбер Спирита будет готовиться выход. Сайлент пошел в Агрессив. Агрессива должны, по идее, забрать. Байбэк моментальный у нас от Эмбер Спирита влетает в файт. Агрессив. Массовый такой раскаст от команды Цидек. Все бьют всех. Все тормозит. Подлагивает. Что такое? Верните доту, как она была. Минус 3 уже от команды Цидек. Алоха Дэнс лохэпэшный. И Эмбер Спирит не зря, видимо, выкупился. Потому что трипл килл в этом файте делает Undyne. Да и вообще команда Цидек забирает четверы. 1300 в плюс Цидек по голде, 4300 по Экспириенсу. И Шики наваливает под Дезолятором. Неужели Эмпайр будет эту игру сливать? Неужели есть желание? Ну, изначально мне казалось немножко странной затея с Тарксиром вот таким вот одиноким. Стяжка-то это стяжка, но удерживать кто будет всех? Пока не ясно. Если разве что на ледяную стену куда-то стяну. Ну и Резолюши направляется вниз. Немножко подфармить по графикам. Теперь Цидеки впереди на 2800 и по Экспириенсу более пяти в пользу китайского коллектива. 26 минут сыграно. Цидеки впереди по фрагам, по золоту и по Экспириенсу. Но Эмпайр как-то как будто и плевать им вообще на это. Сэйлен занят своим делом, он никуда не выходит. Он три раза умер, три раза проассистил. Ему предостаточно. Он не хочет никаких драк, он вообще за мир. Молочага. Ну здесь навяжут драку. Команды Цидеки, Экзолюшины. На Тир отправляет у нас Аллокатенц, вкатывается в него Экзет. Стяжка пошла у нас от Йоку. Олаф Реплика. Где-то здесь стоит, так я понимаю, да? Да, вот у Олаф Реплика. Если не спускаешься, сразу же. Ну и на лоу ХП Цидеки пытаются отойти, а в итоге у нас еще и, кстати, разваливают. Сайлента разваливает у нас Винтер... Всех, кроме Винтер Двиверн, это 4 в 0 файт. Со стороны команды Цидек империи очень больно. 949 голды зарабатывает команда Цидек. 5600 по экспириенсу. Таску пришлось, правда, байбэкнуться, но это тоже не самый критичный муф. Понятно. Понятно. То есть принципиальным соперником можно вести себя так, серьезно и настроено, а если это Цидек, которые, по-моему, не очень сильные, то можно и расслабиться. Вряд ли это так, потому что Цидеки готовы наказать, и этого поинта, например, какого-нибудь, если сейчас им отдать его, может не хватить для того, чтобы попасть в четверку сильнейших и выйти в сетку Винтеро. И кто знает, в чем причина будет вылета, конечно, в противном случае. Уже почти 30 минут играют команды, но всего лишь 3000 преимущества. китайского коллектива по золоту и по экспириенсу 8 с копейками тоже для них. Ну, Q2200 на руках. Есть при этом EU. Я думаю, что сейчас EU... Так, это саппорт. Это саппорт. Это не мейн керри. А здесь EMBER SPIRIT у нас уже с Манта Стайном. 2 500 есть у него на руках. Барабаны есть, фейсбуцы есть. Как там Шики поживает? После дезолятора еще и БКП появился у Шики. Есть у него даггер. Алоха Дэнсу. Очень даже хорошо себя команда Цедек чувствует. Алоха Дэнса видят. Стопят его просто моментально. В Глимер Кейп Алоха Дэнс уходит, но ненадолго. Раздавили Алоху, но и улетает отсюда подальше Резолюшн. Ну, агрессивно 2 600. Еще ничего EMBER SPIRIT себе не приобретал. Да и слота под все это нет. Разве что даст придется кому-то отдать. Разве что даст кому-то даст. 12 26. По идее, ситуация жуткая. Должна быть на 4 с копейками. В экспириенсу десятка. Ну, это понятно. Фраги дают нормальный. SPR. Фрагов намного больше у Цитек. Более чем в 2 раза. Превысили они показатели Эмпайр. И заметьте, даже несмотря на то, что Эмпайр проигрывает, агрессивные артефакты не стесняются покупать. Резолюшн приобрел себе Даггер после Орки Данки. Даггер есть, по-моему, Дарксиро. Да, так и есть в Интерн Виверн. Пока еще не накопила на Даггер. Но у меня есть подозрение, что будет. Ну, да, зал, конечно, без Даггера. Остальные все, в принципе, с Даггерами. Даже Инбокер от Резолюшн от Даггер за имя. Ну и Блотсекер сливается. Сливается в собственном лесу. Цитеки, неужели пушить пойду? 31-ая минута. В принципе, время хорош. Заходит у нас на Алухо Дэнсик. Команда. Цитек. Сноу-болл сейчас прикатится волокна Дэнса. Нет. Непонятно вообще куда что катится. Куда все это команда Цитек забирает только Блотсекера и уходит отсюда. Сноу-болл Сноу-болл они пассивно ведут себя стоят на собственном хайграунде где могут Цитек что-то отрезать оторвать еще они это делают. По экспириенсу Цитек более 10 тысяч выигрывают. В принципе одна хорошая комбинация со стеной со стяжкой с Блотсрайдом Блотсекера под ноги решит половину вопросов вообще здесь для команды Эмпай. Можно закомбочить будет 100% Шаллогрейк на себя бросает Дазл его пытается здесь набинать и Эмпай от Резолюшена Блотсекер пошел нарезать то ли экзета то ли агрессиво прикатывается к Сайленту Сайлент погибает. Эмбер Спирит забирает Блотсекера и это очень неприятная ситуация. Резолюшен Алоха Дэнс внизу почему ты там умирает Алоха Дэнс умирает Резолюшен 12-30 становится счет дальше Полусон Афлайл Афлайл Супешник Блотсекер Дарксера заберут Если байбеков нет то в принципе им нужно ггшить я понимаю этот матч хотя рановато немножко очень даже рано линии все стоят внешних товаров конечно нет у команды Эмпайр но в принципе линии все на месте пошел у нас Сноубол на хайграунд Йоку в таверну Дэмпларк в это время Дарксера разбирает еще к тому же ну по-моему все это конец да это конец команда цитек выигрывает этот матч удивительно но факт команда Эмпайр теперь в итоге только один поинт сможет заработать в данном противостоянии а значит о 7 очках в конце сегодняшнего игрового дня стоит 7 забыть максимум что можно заработать это 5 это ВП которые выиграли точнее это ЦД которые два раза проиграли команде ВП а команду ВП только что наказали Эмпайр достаточно уверенно вот у Йоку таких проблем на Бладсикере не было 0.6.3 инвокер 3.7 группу крик